Про кето-диету вся правда о самой популярной диете в мире. Я расскажу вам то, что я использую. Я не на самом кето, я на LCFH. И, соответственно, расскажу вам о своих способах работы с различными состояниями. Подписывайтесь на меня, я Алена, нутрициолог-психолог. Сегодня с вами про кето и, соответственно, кому помогает, кому не помогает и для чего это важно. Соответственно, правильное питание как фактор роста и сохранения здоровья – это супер история. И, соответственно, многие не знают, что это питание подходит на самом деле многим, просто не все хотят в него заходить. Другой момент, если мы с вами говорим про кето или мало углеводов, много жира, палио. Вот список продуктов, которые я использую я сама лично. Все виды натурального мяса. Полезные натуральные масла, яйца, рыба, грибы, цельные молочные, кисломолочные продукты. Молоко я не использую. Овощи, другой момент, дополнительные продукты. Могут быть ягоды, какао, орехи, подсластители я не использую. Из несладких фруктов я ем только яблоки, на остальное у меня не очень хорошо. Но вы, возможно, можете используете. Другой момент, ограничения в рационе у меня на свеклу и на все, что с большим высоким сахаром. Потому что из этого зачем нам дополнительный сахар? Другой момент, если мы с вами говорим про то, что я исключаю и вообще исключают многие мои клиенты, это злаковые продукты. Я могу сказать, что у меня на исключении злаков не только улучшение желудочно-кишечного тракта. У меня прошли три диагноза, которые не снимались. И, соответственно, это было связано с злаками и с тем, что дырявит кишечную стенку. Глюкозно-фруктозные сиропы, различные, эту историю я использую очень редко. Но так как бывают праздники, кто-то есть торт, а я обожаю фрукты и периодически их ем. Соответственно, могу сказать, что я использую. Я использую жиры, насыщенные жиры, которые содержат мясные, яйца, масло. Ну, в общем, все эти продукты нужны для гормонального фона. Ненасыщенные жиры, они тоже нужны. И, соответственно, лучший источник – жирная рыба. Смузи с суперпродуктами – это тоже важно. Их можно использовать. Я об этих фишках расскажу. Если у вас действительно выпадают волосы, у вас есть, например, дефицит белка, витаминов, стресс, я не рекомендую сразу уходить в эту историю. В другой момент может быть нарушение у кого-то менструального цикла или повышение холестерина. То, что и есть, кстати, и на обычной диете. Здесь мы с вами просто говорим про то, что кому-то абсолютно это нельзя, а кому-то можно. Другой момент, если любые острые состояния, стадии печеночной или почечной недостаточной, тистенистский кортизол, холецистит, гипотиреоз, оксалатные камни – это нужно очень-очень индивидуально. Но я могу сказать, что палеопротокол – это лучшее, что может с вами случиться, если вы хотите жить долго и счастливо. В другой момент кето можно не всем, потому что чистая кето – это кетоны. Они могут дать токсичность, и к этому нужно быть просто готовым и знать, как это и для чего это делать. В другой момент, палео-LCFH – это то, что дает полный спектр и создает долгосрочное здоровье. А вот при кето очень важно мониторить электролиты, следить за витамином D, за кальцием и ионизированным, за гомоцистеином, за Т3-Т4. Соответственно, все. Ну, многие за этим и следят на обычной диете. Соответственно, если есть диабет или инсулинорезистентность, то важно будет эту историю тоже контролировать. Пишите вопросы, я с радостью вам отвечу. Вот у меня вообще, в принципе, такая диета. Можете поделиться, какая у вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!